Добрый день, дорогие друзья, те, кто смотрят нас в записи. Сейчас начнется вебинар, который называется «Книга и онлайн-курс братья или антиподы». Обращаясь конкретно к вам, хотел бы попросить вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео, потому что чем больше ваших лайков на нашем канале, тем больше человек сможет посмотреть это видео. Спасибо, надеюсь на вас. Ну что ж, на этом моя функция закончена. Я приглашаю Константина Николаевича Костюка. Добрый день, уважаемые коллеги. Константин, прошу на связь. Прошу сразу отметить, слышно меня или нет, чтобы я мог продолжать работу. Отлично. Процесс пошел. Очень рад видеть вас всех сегодня на моем очередном вебинаре, на котором пойдет речь о такой актуальной проблеме связи и отличий книги и онлайн-курсов. Проблема, я думаю, всем понятна. Все библиотеки, практически наши университетские, в последние годы приобрели название информационно-библиотечного центра и теперь думают, чем они больше должны призваны заниматься. Книгой и всей вот этой вот проблематикой или информационными, электронными ресурсами и онлайн-курсами переключаться уже на эту область. И особенно, конечно, эта дилемма «Остров» стала в наших условиях дистанционки достаточно очевидного для всех и массированного перехода от формата книги, как базового учебника, как базового формата для учебного процесса, формата онлайн-курса. Ну и то, что мы сейчас с вами делаем в настоящий момент, это живое свидетельство этому, мы с вами находимся в онлайн-формате. И тем не менее, ну как всегда на моих вебинарах речь пойдет, и здесь вы не найдете практических каких-то рекомендаций и решений, это опять будет скорее рассуждение общетеоритического философского плана. Я думаю, давно уже все разобрали и поняли, что со мной интересно покопаться во внутренностях, попробовать дойти до глубин, почему это так происходит и что вообще происходит в медийной отрасли, какие там внутренние процессы происходят. Также и в этот раз попробуем разобраться, что вообще лежит в основе вот этого перехода, трансформации, чем книга отличается, а чем едино с онлайн-курсом, и что такое вообще онлайн-курс, как информационный формат, который идет на смену книге. Ну а причина этого тоже достаточно существенная, глубокая, это происходит смена форм коммуникации. И эту смену сопровождаем мы с вами, каждый день мы с ней сталкиваемся, должны отвечать на ее вопрос. Вот совсем недавно мне бросилась в глаза такая реплика, как реагируют библиотеки и библиотекари на вот эти проблемы. Вот я здесь записал, одна из библиотекарей написала, когда ребята, это про школьную библиотеку, когда ребята приходят в библиотеку, сразу спрашивают, нам бы бумажные книжечки, от них так пахнет библиотекой. Ну, умильная такая, очень милая картина, да, узнаваемая, думаю, для всех. Но вот тем не менее вопрос, мы вообще в косметическом магазине, речь идет о парфюме или о книгах? Скажите, что же все-таки общего у книги с духами? Потому что вот этот аргумент, как пахнет книга, он очень часто вообще фигурирует. И, по сути дела, один из основных аргументов, почему книга лучше, чем электронная книга. Но я обращу внимание ваше все-таки, по сути, что на самом деле ребята, школьники и молодежь, они уже сделали свой выбор. И вы можете посмотреть в любой момент на них, что они читают и во что уткнули свой нос. Тут двойных решений нет. А вот учителя и, к сожалению, библиотеки очень часто этот выбор еще не приняли. Они путают книгу и парфюм, они все так же цепляются за старые свои представления и надеются, что это все вот еще борьба, так сказать, не отыграна. Все еще впереди. Нет, не впереди, а позади. Ну, а суть это не в том, что кто-то плохой или хороший, или молодежь, или старички, а в том, что меняется коммуникация. А коммуникация, напомню вам, учение очень интересного мыслителя 20 века Николаса Лумана. Коммуникация – это жизнь. И общество – это коммуникация. То есть меняется жизнь не нас с вами, наших предпочтений, каких-то там частных желаний, а меняется общество. И поэтому в нем такие вот сдвиги, которые мы с вами ничего не можем противопоставить, мы можем их только видеть, анализировать, наблюдать. Так вот, на вопрос, почему так стремительно меняются средства коммуникации, что мы едва за ними поступаем, есть ответ. Потому что меняется общество. С этим надо смириться. Мы с вами находимся на переломе, очень важном эпохальном переломе таких эпох. Чтобы их обозначить, еще раз обращусь, очень часто это имя у нас всплывает. И вообще подход маршала Маклюэна – это один из ключевых для понимания вот этих медийных сдвигов. Его книга «Галактика Гутенберга» как становление человека читающего. Вот он обращает внимание на то, что человек читающий – это не само собой данное явление. Это большое цивилизационное достижение. И очень интересный у него анализ, сравнивающий с исследованиями человека более дикого, каменного века или более примитивных культур, которые не работают с книгой. У них нет в культуре книги. Насколько тяжело им воспринимать чтение, воспринимать информацию так, как дает их книга. Вот поэтому он Маклюэн и формирует этот период, исторический период книги, как особое состояние общества, называемого общества книги. И прежде всего, это вот начиная с 16 века и до конца 20 века, об обществе книги мы говорим, что это прежде всего индустриальное общество, общество мануфактур, потом станков и заводов, общество паровозов и самолетов, общество Первой и Второй мировой войны, общество таких людей, как Черчилль или Сталин, общество электроэнергии, дизеля, атомной энергетики, общество теории относительности и квантовой механики. То есть общество тех вещей и явлений, с которыми мы связываем достижение нашей цивилизации, вообще представление о ней. Но тем не менее, это общество очень обособленно стоит в истории, даже по отношению к нам, мы, слава богу, уже несколько поколений не имеем мировых войн, поэтому наше общество другое общество. Также во многих вещах мы начинаем замечать, что мы другое общество, чем то, которое было в обществе Черчилля и Сталина. Назовем его экранное общество. Это тот рубеж, который и поставил маршал Маклюэлл. Он трудился после войны. И обращу ваше внимание, я тоже давно заметил, что философы, они намного раньше реагируют на какие-то важные сдвиги. Как бы это звоночек перед тем, как они действительно происходят. Они очень остро это чувствуют и умеют сформулировать вот этот вот смысл этого перехода. И интересно, что потом, когда переход происходит, уже не рождается мыслителей, которые способны осмыслить этот переход, который, может быть, стоя на предпосылках прежней эпохи, чувствуют вот эти вот смысл нововаций. Вот также о Никласе Лумане. Он чувствовал приход информационной и компьютерной коммуникативной цивилизации. И он как раз оригинально, полно и глубоко сформулировал какие-то принципы, на которых она действует. А вот когда эта цивилизация пришла, вот я, например, не вижу мыслителей, хотя бы близких его уровню, которые способны осмыслить основы нашей цивилизации. Вот так же и с Маклюйным. Он сформулировал вот этот вот, еще не имея дела с компьютером, тем не менее предвосхитил приход экранного общества, в котором информация работает прежде всего с экраном, ну, как его основной эпифеномен. И это общество, как мы сегодня видим, это даже не просто общество телевизора, о чем он там думал в первую очередь, это информационное общество, общество компьютеров и гаджетов, общество интернета и дистанта, общество зеленой энергетики, общество четвертой индустриальной революции, наконец, глобальное общество. Вот с таким мы и имеем с вами дело. И, конечно, поскольку это речь идет о очень больших эпохах, вот к нашей жизни практически приходится вот на этот переход. Но я бы сказал, что настоящий переход, перелом, он всегда фиксируется по каким-то глубоким глобальным потрясениям. Если мы смотрим даже по такой исторической коре, где проходят землетрясения и основные потрясения, то время, начиная с 1914 года, началом Первой мировой войны, революции в России и так далее, и оно, по сути дела, длилось до 1990 года, когда Советский Союз распался. Это последнее крупное такое потрясение. Вот мне кажется, вот это как раз и была эпоха перелома от общества книги к экранному обществу в болезненный переход, который в начале XX века уже завершился, и мы с вами потихоньку стоим на обе ноги в этом обществе нового типа. Ну, а если мы о таких больших исторических категориях говорим, при чём тут книга? Неужели книга с революциями и войнами сильно связана? И да, и нет. Ну, я бы сказал, книгу можно оценить как информационную метрику. Это информационная мера общества, а именно общество со средними объёмами информации. Книга всегда значимый такой показатель, информационный, конечно, и главный, она помогает понять, сколько и как передаётся информация. Снова верну к вас к Николасу Луману и его тезис о том, что такое информация. Информация – это мера изменения социальной системы. Это не те потоки, данные или знания, которые мы получаем. Это гораздо глубже. Такая системно-социальная категория – это вообще изменение всей системы. Если изменений не происходит, то информации очень мало. Если информации очень много, это значит, что очень быстро и сильно меняется вся социальная система. Поэтому понятие информации и в этом его глубокое социальное значение отображает качество и степень трансформации социальной системы. Если малый объём информации, то общество очень стабильно и практически развивается медленно, незаметно. если средние объёмы, там больше. И, наконец, когда большие, это значит, что общество движется очень динамично, меняется очень быстро. И, соответственно, когда мы сегодня говорим о четвёртой информационной революции, о том, насколько большие объёмы информационных изменений, это влечёт за собой тоже очень важную гипотезу о том, что общество с большими объёмами информации быстро изменяется. Да, у нас нету потрясений сопоставимых с мировыми войнами, но изменения в нашем обществе гораздо больше, чем это нам кажется на первый взгляд. Всё происходит внутри нашей жизни, и это только ускоряется. Ну и говоря вот об объёмах малые, средние, большие, тут как раз книга очень очевидная, мерила, где информации мало, где много, где очень много. Поэтому я бы, вот чтобы эту нашу историческую метрику завершить, обозначил бы три информационных эпохи, в которых книга сразу показывает, что происходит. Первое – это цивилизация свитков, да, это традиционное общество, которое существовало тысячелетиями. И очень чётко эта эпоха идентифицируется с Библией. Библия у нас около трёх тысяч лет назад возникла, это тоже как бы грань цивилизации, начало истории. И вот на протяжении столетий Библии было достаточно, чтобы цементировать духовные и социальные скрепы общества. Вначале в отдельных обществах, как и израильские, в дальнейшем во всей Европе, которой мы принадлежим. Вот Библия – одна книга, которая воспроизводила основные социальные статусы, традиции, порядки, нормы. И понятно, что когда одна книга, то не так много нужно и кмельников. Вот ещё один образ человека, носителя этого эксперта информационного – Нестор Литописис, информационная фигура этого общества. Достаточно было записывать события, которые происходят там раз в 10 лет или целое поколение. В общем, поток событий был невелик. Вот, а потом пришла цивилизация к ним вместе с Гутенбергом, с его галактикой, и книга стала на поток конвейер создала наше новое время, раннее и позднее индустриальное общество. Понятно, что пошёл информационный поток, который олицетворяется с книгой и с библиотекой. Книга и библиотека уже задаёт границы мира и миропознания общества, которое стало намного сложнее, интенсивнее, многообразнее. и как образ информационной фигуры я бы здесь привлёк образ имя Розы. В этом романе это, по сути дела, очень интересный роман о библиотеке. Она, всё вокруг неё, как воспринимается Умберто Эко, очень это так колоритно подаёт, библиотека воспринимается как некий универсум и знаний, и космоса, как некое таинственное, безграничное пространство, где есть свои тайные комнаты. В общем, вот этот универсум, созданный книгой, очень хорошо передаётся этим ощущениям. Но, тем не менее, книги счётные, их там десятки тысяч, ну и всё. И вот эта вот счётность и конечность сменяется цивилизацией экрана. И ключевое я тут ещё вам скажу, в том, что если книга равна содержанию книги, то есть она всё несёт в себе и всё становится понятно. то экран, на который выводится информация, это вот далеко не равно содержанию экрана, содержанию информационной системы. Экраны только интерфейсы информационной выдачи. А то, что за ним, за этим интерфейсом, никому не известно, сколько это будет, много или мало, это чёрный ящик. Это потоки, это какая-то бездна. Вот эта цивилизация становится, ну, находит канал, экран информационной системы, как канал своего информационного потока, и, соответственно, это общество уже совсем другого типа. Постиндустриальное, информационное, сетевое, общество без вот этой идентичности, без стержня, без лица, общество, рассыпающееся, общество, сложное, динамичное, в котором мы живём. Если говорить об информационном символе и фигуре этого общества, этой цивилизации, экрана, я бы здесь прибегнул к образу матрицы из известного фильма, как такой информационной структуры, где вообще исчезает граница между информацией и жизнью, между истиной и симулякрой, где происходят вот такие превращения, одного в другое, что было немыслимо в прежней эпохе. Вот, ну, долго, так сказать, рассказывал о этой исторической метрике, может быть, это и не совсем в нашу тему, но вот важно, когда мы снова вернёмся к нашей теме, стоять в некой такой позиции исторической. Вот мы находимся на перекрестии между книжный экран эпохой, поэтому должны понимать немножко глубже и то, и другое. Вернёмся к книге и попробуем вот с этих, с этой позиции опять-таки пойти вглубь, и не воспринимать книгу как просто книга, а откуда посмотреть, откуда и что под и внутри неё. И вот сегодня я бы обозначил небольшое изменение моей позиции только тоже. Я, в принципе, всегда выступал за некое единство книги, электронной книги. Вот какие-то вещи в обиходе заставили меня немножко поставить по-другому акценту. в чём это заключается. Давайте всё-таки зафиксируем для себя то, что книга это предмет физический. Вот абсолютно такой плотный, каменный, трёхмерный. Книга для нас это также арт-объект. То есть не простой блок текста, некое единство обложки вида и опять же запаха, о котором мы говорили. Запах это одно из ключевых критериев книги и без неё книга ну никуда. И вот уже этим предметом и арт-объектом она как-то останавливается в нашей истории, фиксируется как вот вещь, которую не обойти и не забыть и не спрятать просто в музее. Идём дальше. Третье вот то, что я сказал, что очень важно, что книга она тождественна информацией в книге. Да, она скрывает это в блоке, но по сути дела полистал и всё получил. И всё вот всё в ней, понимаете, ничего там не спрятано за ней или где-то. Вот этим она дорога и цена ты получаешь именно вместе с книгой её содержание. И вот этот вот способ, который она даёт, я бы обозначил это вообще как очень важный для нас способ считывания информации внутри предметного мира. Если мы можем вот в нашем физическом трёхмерном мире, которым мы привыкли ориентироваться, чувствуя, как-то работать с информацией, то это вот именно как с книгой. И читая книгу, мы оживляем и активизируем наш мозг, мышление, и по сути дела чтение книги это наш ход мысли. Поэтому книга так близка нам, это как продолжение нашего тела, вообще это часть нас. Без книги мы будем другими, мы не стали такими, как и мы сегодня. И поэтому очень важно понять дополнительность и единство человека и книги вот в этом трёхмерном физическом мире, мире, который, как мы будем дальше видеть, может быть потерян. Раньше говорилось, что человек потерян в этом огромном мире, космосе. Перед лицом цифрового мира человек и космос и вся вселенная могут тоже быть потеряны песчинками анонимными. Вот, книга не даёт потеряться, она как опора для человека в этом мире, прежде всего в информационном мире. Поэтому она так дорога и она не может быть заменена ничем и прежде всего электронной книгой. Книга это не информация, книга это не текст, это нечто большее, да, и получение просто информации и текста из книги это ещё не книга. Книга это вот особая сущность, которая привязывает нас к себе. Вот, и напротив электронная книга это не эквивалент бумажной книги. Вот этого нет всего, не только там запаха нет, а вот этого всего трёхмерного физического, домашнего, уютного, хода мыслей, вот всё, что я сказал, вот этого нет в электронной книге. И в принципе этого достаточно, чтобы сказать, что это совершенно разные сущности. Трансформации из бумажной книги в электронную невозможно. Не может перейти сущность одного в другой. Это совершенно разные вещи. Поэтому те, кто вот считает, что они должны, что они любят и будут читать книгу только в бумажном виде, ну, они правы, они не хотят потерять вот эту суть. А теперь про электронную книгу. Почему это не то? Ну, во-первых, электронная книга это вообще не предмет. Вот она там фигурирует на заднем плане. Это не предмет, и вообще не поймешь, какой предмет, если предмет. Электронная книга это и не арт-объект. И у нее большие сложности, чтобы восприниматься вообще в формате эстетическом восприятии. Как я уже сказал, электронная книга не есть единство, формы и содержания, предметности информации. Наоборот, это расщепление, это расколотое единство. Электронная книга это в целом черный ящик, а экран страницы это только один из образов внутренности этого черного ящика. Появилась одна страничка, появилась там друг другая. Глядя на экран, читая электронную книгу, вы никогда не скажете, сколько у нее страниц. 100 или 500 или 5000 она об этом не говорит, а бумажная книга сразу об этом повествует. И вот эта расколотость отсутствие отсутствие внутреннего единства это наверное одно из ключевых показателей бесформенности электронной книги. Если говорить просто, электронная книга это просто текст, чистый текст. и вот именно поэтому если кто-то хочет читать бумажную книгу, но не хочет электронную, вот он чувствует значит эту сущностную разницу. Она не только существует для книги сравнитель спектакль. Одно дело находиться в театре смотреть что происходит на сцене, другое смотреть видеозапись. Не знаю как вы, я видеозаписи не могу смотреть, где-то совершенно другое восприятие того, что происходит. Это действительно смена сущности. И вот например почему умерли устройства и бук. Я помню совсем недавно мы там с надеждой видели как это устройство развивается, электронная бумага становится все более полноценным, функциональным. Вот оно практически реализовалось, а сегодня оно ушло. Вот видно устройство это не отражает сущности книги. Оно сумело выбрать все книги вот на этом устройстве тысячи или сто тысяч книг. Но человеку нам оно не понадобилось. Она для нас не несет книгу. Одна отдельная книга важнее, чем это устройство со ста тысяч книг. Вот это говорит о нашем восприятии, но уже цепляясь за такое эмоциональное восприятие, мы начинаем копать и какие-то пересматривать свои тезисы и гипотезы, которые были еще вчера. Что же в итоге объединяет книгу и электронную книгу? И что разъединяет? Объединяет текст. И мы привыкли так и рассуждать. Текст это содержание, книга это форма. Неважно какая форма, продолжали мы читайте книги в таком виде, в электронном. Это то же самое. Или рассуждали по-другому. текст это информация, а книга это сообщение. Вид как преподносится информация. Вот в таком виде сообщается или в другом. Главное вы получаете информацию. Вот если мы рассуждаем так, тогда мы не понимаем, почему электронная книга не может заменить книгу. А прошло между прочим больше 10 лет, 15 будем считать, когда пришла электронная книга и попыталась заменить собой бумажную. Да, сегодня уже существует статус-кво, там, в Америке, у нас, у нас 10% рынка, это электронная книга, в Америке, там, до 20%, но в целом, действительно, стабилизировалась ситуация уже больше 5 лет, и сильно не меняет, и 10% против 90%, это ничто, да, то есть, тут я на стороне тех, кто сказали, что стоп, вот так оно остановилось, и скорее всего, как-то там похоже, будет и будущее, потому, потому, что электронная книга не может заменить бумажную, смотри, а вот размышляя, почему все-таки не произошло, это ну, кто-то не понимал что-то, кто-то наоборот сразу это чувствовал, ну, например, когда мы говорим об аудиокниге, никого не вводит в заблуждение, что содержание то же самое, а форма другая, это не просто форма, это иное представление книги, да, иное восприятие книги, бытование книги, мы исходим из текста, и не можем понять, что не так, а вот попробуем зайти с другой стороны, и тогда я вам так сформулирую вот эту дилемму, электронная книга, это вид экранной экспозиции контента, и когда мы говорим об экране, встает рядом действительно родственники и соседи, то есть это экспозиция контента наряду с сайтом, соцсетью, мессенджером, видео, вот они выступают как родственники книги, электронной книги, то есть родственники электронной книги, это мессенджер, видео, а не книга, и второй там момент, когда мы уже понимаем, что другая эко-среда, вот она нам мешает относиться к электронной книге, как книги, е-книга, она существует в ином медийном комплексе восприятия, поэтому не является книгой в полном смысле, мы уже знаем, что такое книга, мы привыкли к ней, нас не обманешь, и книгу по-другому читают, и в принципе достаточно исследований, чтобы показать, как по-другому читают, вот вам адекватная иллюстрация, книга слева читается линейным чтением, видите, как ходит глаз, он уже привык, он натренировался, на книге, ходить вот так, а вот как происходит экранное чтение, это с помощью аппарата, который следит за зрачком и фиксирует его движение, вы видите, что это совсем другой вид поведения нашего глаза, а значит нашего мозга, посредством скачков, прыжков, движений, это экранное чтение, вот, и разумеется, что информация совершенно по-другому воспринимается, формируется другая традиция обращения с экраном, когда вы приходите на экран, даже если это книга, вы книгу читаете уже совсем по-другому, и она становится не книгой, вот, собственно, почему это происходит, а дальше больше, идет поток текста на экране, как можно определить, что перед вами, статья это, или книга, ну, абсолютно никак, только прочитав там полностью, вот, и экран, в принципе, вот этот, работая с потоком текста, он никак не способен задать границы книги, ее оболочку, упаковку, у электронной книги есть только один способ, это обложка и метаданные, которые описывают, что вот данный файл, данный поток текста, это вот такая книга, вот, причем эта упаковка, в отличие от настоящей физической книги, она, по сути, не принадлежит к самой книге, вот перед вами сайт, и вот перед вами это вот упаковка, обложка, метаданные, аннотации, это отдельный файл, обложка, это всегда отдельный файл, метаданные, это тоже отдельный файл и данные, они вообще извне книги приходят, они ограничивают извне, а не изнутри, это внешние границы книги, которые набрасываются на платформе, где представлены книги, это говорит о том, что совсем по-другому ведет себя информация, текст, а титульные страницы, которые там вычитают две книги, ну по сути это тот же текст, не всегда из него поймешь, и он играет не ту роль, которую играет форзац, переплет, титульные страницы бумажной книги, и если мы вот это вот поймем, что электронные книги это голые тексты, это простые файлы, то мы видим, что границы между ними условны, они одинаковы, как соты матрицы, вот я вам изобразил, и опять прозвучало вот это слово матрица, в которой все клеточки, ячейки похожи одно на другую, вот в электронной библиотеке электронный текст превращается вот в такую соты, такую базу данных, и по сути дела собрание текстов таких, это тоже все тот же один текст, то есть они могут быть перемешаны, объединены, слиты в одной, то есть книги в электронной среде это база данных, в которых может происходить что угодно, совсем другие вещи, которые не могли происходить в бумажных книгах, ну например есть такой проект Дик Академик, вот мы в свое время это энциклопедический проект, наверное многие видели, мы в свое время там занимались, там и поражались, что происходит в нем, его авторы, ну в принципе это пираты, кто-то там непонятный, они занимаются тем, что перемешивают энциклопедии и сливают различные статьи в новые как бы котлы из своего рода генератора энциклопедии, то есть они используют существующий контент, чтобы создавать новые сборники, новые энциклопедии, поэтому не нарушают так очевидно авторских прав их трудно поймать, это энциклопедии ноу-нейм, энциклопедии по биологии, энциклопедии по филологии, которые вот так просто перемешивают тексты, создают, генерируют новые сборники, новые энциклопедии, вот пожалуйста с базой данных можно делать так она позволяет то есть это вообще иной информационный массив чем книга электронная библиотека это не бумажная библиотека и у меня были картинки библиотеки настоящей с книгами и библиотеки электронной вот в виде сот на образном уровне это более чем понятно то есть книга задавала культуре рельеф и структуру тем, что она 3D что она физический предмет арт-объект а вот голый не структурированный текст что это вообще такое что это такое вопрос не праздный а для нашей цивилизации экранных в которой мы с вами живем вопрос очень важный структура и гипертекст гипертекст слово потихоньку у нас появляется в языке ну вообще голый не структурированный текст это нонсенс текст всегда может быть только структурирован но как начнем с того что язык сам по себе это структура и вообще структурализм как направление очень влиятельное в философии культурологии он вырос из лингвистики его основоположник Фертинандо Сассюр и вот по этой философской линии как раз очень много было исследовано и наблюдений о структуре которую переживает язык речь текста в частности постструктурализм это вообще философия текста это о тексте как о структуре вот одноименная книга Юрия Лотмана структура художественного текста очень интересная то есть текст это структура так что же такое тогда гипертекст как не структура гипертекст это слом структуры текста в пользу новой гиперструктуры и вот мы снова на изломе на переходе скажем так вот в этих структурах которых вращается и погружена мысль мы переходим от одних структур типов структуры к другим это сложные трансформационные модели где существует предельствия взаимосвязь это очень интересная сфера исследований структурализм вот в частности я тут привел цитату Юрия Лотмана вообще что он понимает под текстом под текстом понимается любая организованная совокупность знаков развертывающаяся во времени и пространстве обряд как текст культура как текст танец как текст то есть все можно представить текстом потому что все есть структура но если мы вот построим иерархию то она будет выглядеть так как у меня на диаграмме структуры коммуникации погружены в структуру языка которые погружены в структуру речи и наконец в структуру текста то есть текст это одна из уровней этой вот структурной иерархии структурирования нашей мысли и нашей культуры и вот гипертекст да как слон той структуры к которой мы привыкли к которой оформляли нашу информацию столетиями что такое гипертекст ну во первых конечно это электронный текст это компьютерный текст то есть новая форма более того гипертекст это текст способный вмещать не текст то есть когда мы говорим о гипертексте мы прежде всего думаем о чем в интернете о его о сайтах о соцсетях о том что тексты стали не просто текстами а стали вмещать то что раньше книга не могла вмещать ну не текст а по сути дела тексты то есть текст который стал способен включать в себя совершенно разные медиа а что такое текст для компьютера вот здесь такой узловой момент в моей лекции как мне кажется очень важный такой инсайт если мы задумываемся как работает компьютер с языком текстом то давайте себе напомним компьютер работает не с языком и он ничего не пишет и не читает он считает он компьютер он калькулятор по сути дела компьютерный текст это вычисление и вот на заднем плане вот полностью отражен то есть там вообще нет никакого текста только вычисления но посредством компьютерных символов эти вычисления способны соотноситься с языковыми знаками и это как бы зацепка за наш не числовой предмет мир дальше что происходит на экране появление символа на экране это не просто цифра это как правило команда выполняющая некоторую математическую операцию и сила компьютера в том что вот этим цифровым командно-цифровым методом он способен выполнять математические операции соотносящиеся с нашим именно предметом информационным миром с языковыми знаками языковыми образами символами и дальше больше с цветом с линием изображением аудио видео вот это все математические операции на машиночитаемом языке и отсюда понятно что основа гипертекста это перевод событий материального мира на машиночитаемый цифровой язык единый машиночитаемый цифровой язык и вот мы пришли наконец к корням во всех смыслах и в смысле нашей философской эволюции один из первых философов был Пифагор вы его помните и у него был тезис в основании всего лежит число одна из первых философских гипотез которые возникли вообще в нашей культуре и вот она как бы все вернулось к началу и Пифагор пифагорейцы целое направление много столетий вплоть до неоплатоников довольно тщательно разрабатывали вот этот тезис прежде всего в геометрической парадигме в частности например учили о золотом сечении как формулы гармонии которая лежит в основе любой гармонии встречающейся в мире вот давайте вернемся к этой парадигме любая наша языковая система основана на комбинаторике группы символов и в частности русский язык сколько там 33 знака английский там 26 знаков на этой комбинаторике эта комбинаторика справляется со сложностью нашего повседневного языка математический язык в отличие от этой естественно сформировавшейся языковой системы он сам способен создавать комбинаторику любой сложности и поэтому он по определению создает может создавать более сложные языки описывать более широкие пласты реальности и по сути дела развитие языка оно заключается в создании символов охватывающих группы других символов мы говорим о знаке знаков о метазнаках то есть если существует первичная сигнальная система где знаки указующие вот это то вот это это где мы видим только предметы нашего мира то с развитием языка возникает вторичные сигнальные системы метасемиотические системы где мы уже можем говорить не указывать не на предметы которые мы видим вот это стол а уже о понятиях и категориях которые охватывают предмет столы мебель вот мебель мы уже не укажем вот это мебель развитие языка эволюционно оно развивается по этой парадигме парадигме точно так же развиваются и компьютерные языки они также развиваются по линии создания команд охватывающие новые группы других команд то есть команды команд мета команды и движутся к экономии языковых средств к наращиванию информационной мощности но понятно что их информационная мощность на порядке выше того что могут предложить вообще создать наши естественные языки и наши скромненькие человеческие мозги ну и легко можно себе вообразить идеал то есть создание языка который может выразить все выразимое своими собственными средствами если все естественные языки могут отразить в нашем мышлении только какой-то сегмент бытия мы тем не менее способны сформировать такой идеал о существовании языка который может отразить все воспринимаемое нами и по сути дело то что мы в своей жизни цивилизации не могли сами достичь может достичь товарищ компьютер создать его средствами такой язык и выразить его средствами все что можно выразить вот по сути дела мы пришли к вас с вами к понятию гипертекста и ключевому тезису гипертекст может рассказать обо всем ну грубо говоря мы с вами как бы не рассказывали не можем рассказать красные или не можем рассказать гамму до мажор мы можем только увидеть его сказать вот красное можем спеть эту или услышать гамму до мажор а вот гипертекст может рассказать и то и другое и вот мы помещаемся внутрь машинного мышления для компьютера вычисления это текст история и роман это тоже текст устные рассказы повествования это текст иллюстрации видео изображения это тоже текст танец и песня это текст то есть для компьютера не существует ни текста он все способен превращать в текст гипертекст по другому говоря это машинное мышление находясь в гипертексте имея дело с гипертекстом мы имеем дело с машинным мышлением вот запомните этот угрожающий такой тезис мы его теперь будем всегда иметь на заднем плане ну а теперь наконец вернемся к конкретике к тому о чем мы к онлайн курс онлайн курс это и есть гипертекст это если говорить двумя словами а вот как он взаимодействует и противостоит с нашими практиками органами чувств наконец книги об этом и пойдет речь в следующей главе давайте теперь пройдемся по элементам из которых состоит онлайн курс и что он в себе содержит прежде всего он содержит видео как вот и сейчас в нашем с вами диалоге как рассказывает видео и чем оно сильно то что видео наступает это всем очевидно и вот в частности поэтому наступает и онлайн образование потому что видео очень всем симпатично все хотят видео а не текстов и это неудивительно потому что зрение дает в 7 раз больше данных чем другие органы чувств уже этим оно более информативно но кстати вот вспомним маршала макривна он подчеркивал что чтение книга это как раз видео формат а не какой-то еще и основан на видеоданных при этом несмотря на такой объем для данных для тех кто обладает зрение видеть это еще не значит понимать понимать это значит обрабатывать данные в категориях смысла имеет ли смысл то что мы видим не всегда правильно если мы находимся в коне или как-то то мы видим но ничего не понимаем то есть вот мы сразу уже пришли снова к смыслу смысл то что мы видим имеет смысл тогда когда оно встроено в структуру повествования обычно видео иллюстрирует какой-то внутренний или внешний текст это сценарий диалоги ну если мы смотрим кино то оно иллюстрирует сценарий да и если мы находимся на онлайн курсе то видео просто вот показывает что в то время как человек говорит и важнее конечно то что он говорит то есть видео по отношению к повествованию дополнительно и в онлайн занятиях по сути дела во всех форматах видео просто дополняет реальность делает это все более реально в частности на онлайн занятиях то что человек говорит уже превращает то что он говорит из текста вообще в реальность текст это текст актуация говорящая человек это уже реальность то есть видео восстанавливает целостность живой бытовой коммуникации и в этом очень в этом основная сила видео вообще нашего коммуникативного восприятия бытовая коммуникация это наша повседневность это самая там привычная почва на которой мы стоим если есть возможность на нее встать мы всегда встанем а вот как возникает текст текст возникает путем абстракции причем многомерной и сложной абстракции ну во первых мы убираем визуальное измерение остается голос скажем вот онлайн занятия слушаем голос понимаем о чем речь но это уже немножко не то если мы убираем аудиальное измерение остается уже письменный текст вот это двойная абстракция и уже текст это своего рода чистая мысль как говорил Платон разговор души самой собой но несмотря на то что она как бы сущность вот этого аудиального визуального озвучивания она воспринимается через целую цепочку абстрагирований тем не менее чем проще мысль тем более она абстрактна вспоминаем тезис Гегеля когда он говорил что самым абстрактным способом мыслят самые простые крестьяне потом она становится более конкретно наполняется в основе самых базового мышления как раз самая абстрактная категория то есть соответственно умение писать тексты читать считать это результат усилий абстрагирования который происходит сплошь и рядом который и у образованных и не у образованных но обязательно присутствует и вот на заднем плане композиция абстракция это как раз она лучше отражает форму мысли даже простого человека когда он говорит мыслями когда он говорит внутренними текстами то есть по-любому наша культура наше общение оно несет в себя какие глубокие абстракции ну и даже чисто вот по процессу мы видим наше окружение это всего несколько сотен предметов в обиходе достаточно использовать 300 слов ну несколько сотен слов чтобы общаться полностью исчерпывать наши повседневные потребности при этом литературный русский язык имеет около 150 тысяч слов намного много порядков больше вот эти все 150 тысяч минус 300 или тысяч это все абстрактные категории это абстрактное мышление то есть мы оперируем абстрактными вербальными сущностями которые не имеют прямого предмета динатата это норма это наша обычная повседневность но конечно чем более высокой цивилизации культурная речь тем она становится по преимуществу более абстрактна и опять напоминаю тезис Маклюин о том что умение оперировать абстракцией это итог тысячелетней работы цивилизации и это не просто такое усвоение если мы обратимся к тому как живут сегодня мысли аборигина Австралии они давно уже там в цивилизации цивилизуют их можно и там про индейцев в Северной Америке сказать а многих других вот интересно их категория мышления они все это уже знают что знаем и мы с вами что живут в таких же квартирах но если вот говорить с ними общаться исследователи обращают внимание их мышление очень сильно мифологизировано они все равно мыслят по сути дела во многом теми же традиционными категориями как с ними разговаривает земля вот эта вот связь магическая которой мы абсолютно не имеем представления они они о наших обстрактных представлениях очень слабо они угадывают их как-то там с трудом воспринимают почему потому что все равно даже живя в наших там квартирах с электричеством и так далее общаясь друг с другом они передают традиции не то что даже традиции а компетенции они не передают вот этот вот эти компетенции абстрагирования абстракции поэтому очень много из нашего арсенала инструментария становится непереданным и человек взрослый австралийский аборигент он мыслит как наш ребенок очень наивный ну то есть вот он вот эту вот школу абстрагирования не прошел и задача нашей школы это не изучение учебников чего-то это вот та самая школа абстрагирования которая все равно в основном происходит дома через общение с родителями друзьями подростками и так далее вот в общем вот что стоит под текстом огромные глубокие многогранные процессы абстрагирования так работает наша мысль и как мы видим в остатке сухом остается текст текст король он определяет смысл он доминирует в любом смысловом построении будь это изобразительные данные видео и так далее далек ли фильм вообще от книги документальный фильм по сути дела это просто переложение текста это иллюстрированный текст если мы говорим о нонфикшен а далека ли книга от фильма если мы берем иллюстрированные книги по сути дела многие из них почти превращаются в фильм еще немножко это уже там ну комикс это уже мультфильм наконец кино то есть эти вот переходы они тоже достаточно живые и не абсолютные но что важно понимать для нас текст является доминантом в любом произведении оформляющем смысл и несущим сообщением и понимая это уже мы можем по другому взглянуть на то что дает нам интернет например ленты соцсетей вот сейчас сформировался по сути дела стандарт которым чередуется иллюстрация и коротенький текст вот свайпы эти которые любят молодежь перелистывать которые мы уже тоже приучаемся воспринимать иллюстрации текста иллюстрации текста вот это и есть особый визуализированный вид гипертекста для которого все равно иллюстрации или текст это одно дополняет другого это другой тип текста того же самого который определяет наши смыслы и вот уже исходя из этого общего корня цифровой текст в основе гипертекста гипертекст в основе обычного текста вернемся снова к онлайн курсу с чем он является с точки зрения гипертекста ну прежде всего вот самый базовый формат говорящая голова в виде например моей говорящая голова это дистанционная начитка текста в живом виде там или в записи или она от себя что-то привносит вариации какие-то вот чем отличается она от чтения текста профессором на кафедре вроде бы ничем но почему-то воспринимать долго вот такую запись говорящей головы долго тяжело и все вот это отмечают обычно рекомендуют длину учебного видеоролика 7 минут потому что иначе уже устаёт человек не смотрит а на профессора на кафедре смотрит долго но прежде всего потому что на живой лекции реальность полноценная так же как и на спектакле вы сидите в аудитории вы смотрите живого человека он там что-то на кафедре говорит это реальность а в видеокурсе мы имеем дело абстракции наш мозг это сразу считывает он сразу напрягается он быстро устает и тем не менее даже вот слушать профессора на кафедре это тоже достижение столетий вспомните эволюцию обучения как помиловского как как это у нас там проходило розги как тяжело мать наука давалась но тем не менее вот вымуштровали наши дети студенты могут сидеть полтора часа и смотреть на профессора и дальше что-то там запоминать вот это то есть это школа десятилетия и столетия вот то что происходит сейчас в частности во времени пандемии это тоже школа вот не случайно взрыв онлайн образования буквально за последние полгода а вообще там пяти лет это не просто вот взрыв это опять же школа пока вот вы смотрели ролики в эти месяцы сидя дома вы тоже приучались и я считаю главный итог пандемии это изменение отношения к видео преподаванию если раньше семь минут и мы все устали сейчас мы уже привыкаем мы можем сейчас если надо посидеть и увидите через какое-то время онлайн формат будет вполне легко восприниматься мы натренируемся мы научимся но тем не менее абстракция дается трудно если есть возможность от нее сразу убегают если вот человек даже такая практика хорошо знает иностранный язык без вопросов но снова оказывается своей языковой среде среди россиян он сразу переходит с английского на русский то есть если удобнее говорить и комфортнее он сразу возвращается к своей почве также если есть возможность иметь полноценную реальность сразу получает сразу переходит на нее то есть если читаем текст хорошо по другому не можем читаем текст если появилась возможность пообщаться с реальным человеком который это это все там изложит то мы сразу лучше от него от живого преподавателя вот и говоря вот об этих там переходах говорящий говори голове главное все-таки не текст а главная речь текста речь переходим к этому почему так речь и язык речь и письменность это базовые темы лингвистики филологии которые очень глубоко проанализированы и изучены исходить исходим из того что кроме речи ничего не существует то есть язык это некое обобщение речи речь это есть именно та реальность с которой мы имеем дело речь в рамках живой коммуникации с живыми персонами речь это основа и база коммуникации на которой мы устроим все наши остальные абстракции и то что она имеет особые свойства особую как говорят ученые локутивную силу силу взаимодействия обращения вы можете увидеть по следующему свойству эксперименту вы или вам напишут емейл вам или вы на него уже часто можете и не ответить а вот если вам позвонят или вы позвоните уже не ответить будет очень сложно придется что-то там рассказывать объяснять уже не улизнешь и наконец а если вы не позвоните обратитесь приличную встречу face to face вот здесь уже никуда не уйдешь а нужно будет как-то ответить или конфликт или полностью вот это показывает элокутивную силу встречи вот ее коммуникативную силу речь настоящая живая это событие от которого нельзя отвязаться нельзя игнорировать не отвечать очень сложно если к тебе обращаются ты так или иначе должен отмечить хоть даже отвернуться и вот на этом базисе коммуникативном и держится вся коммуникация общества основательно и глубоко изучить этот вопрос можно в мини-хаге у нас теория коммуникативного действия вот его заслуга в том что он настроил теорию социологической теории действия показав что именно коммуникативное действие оно базовое в основе всех других видов о которых говорили социологи раньше а другой философ Сёрн также очень емко интересно раскрыл содержание коммуникативного акта как илокутивного акта вот как этого некого атома социальной коммуникации в которой через который всё происходит вот имея ввиду что атом строения нашего общества это вот такой коммуникативный акт как и атом лежащий в основании природы мы ответим на себя на многие ответы в частности на такой частный вопрос об эффекте речевого усиления речевого эффекта в онлайн обучении то есть это сильный коммуникативный приём приём реализующий речевой эффект по сравнению с абстрактными голыми текстами и вот собственно основа вот этого аудиовизуального цунами в современной цифровой коммуникативной среде это и есть возможность посредством компьютера видео приблизить виртуальную коммуникацию к живой речевой ситуации то есть имитировать посредством компьютера имитировать живую речевую ситуацию поэтому говорящая голова там или онлайн курс или там любое видео на него человек реагирует больше из него извлекает больше к нему стремится больше человек поэтому чтение лекций сильнее учебника потому что вовлекает учащего в пространство живого общения с преподавателем а видеоролики сильнее книги по этим же причинам вот в чем сила притяжения онлайн обучения теперь следующий момент который тоже нашел важное место в нашем онлайн обучении презентация по сути дела она стала базовым форматом который сопровождает онлайн обучение скажем говорящую голову как сейчас у нас с вами происходит почему это произошло и чем она что она привнесла в этот новый формат учебный ну вообще презентация понятна это краткие тезисы озвучены это некий конспект и соответственно это некая помощь в дополненной реальности это возможность блуждать глазу достраивать образ возможность возвращаться к сути сказанного пока вы смотрите что я говорю на меня или там по своим делам а время от времени глаз там блуждает по презентации вы еще раз для себя фиксируете смысловые узлы и за неимением динамики образа поскольку скучно на эту говорящую голову говорить создается некое пространство в котором воображение может самостоятельно создавать динамику то есть это некий эффект доски если брать опять-таки аналог живого преподавания вот это пространство уже гораздо комфортнее чем смотреть просто на преподавание оно опять-таки ближе к реальности ну и разумеется содержание онлайн урока получает текстовую доминанту того чего нет в простой лекции как правило то есть это запись сценария которая читается читателем как суфлер на сцене вот этого даже нет книги книга из текста состоит но в ней нет текстовый доминанта смысловой сценарий скрыт надо все прочитать все эпитеты какие-то обороты и саму самому извлечь вот этот смысловой тезис сценарий а онлайн курс презентации дает его сразу голеньким саму суть и это некий мнемонический эффект следующий момент который появляется в онлайн образовании контроль знаний обучение обязательно предполагает контрольно-проверочный мероприятие и в принципе задать вопрос легко и в книге и в онлайн уроке но как получить и выслушать ответ в книге это невозможно а вот в онлайн обучении возможно и в этом ключевое звено онлайн образования опять-таки приближение его к реальной ситуации ну а системы тестирования перемещает процесс вопроса ответа в дистанционную виртуальную плоскость если она просто вот голая то она нелюбима всеми да ЕГЭ и прочее у нас зубок завязыва вот а если она происходит вживую преподавателем то это как раз мы очень любим вот онлайн обучение учится тоже имитировать этот процесс и внедрять в свою жизнь а вот книга вообще не может проверять текст в этом она слаба перед онлайн курсом и еще более вот эта связь с живым процессом отражается возможности обратной связи онлайн урок позволяет поддерживать обратную связь чего совсем не может обратная связь конечно ключевой элемент поддержки эффекта реальности вот ощущение соприсутствия временной бытийной связи с учителем когда продаются онлайн курсы если они продаются в записи вы знаете там они могут быть бесплатные или стоят в 10 раз меньше чем если это живой дистанционный курс где человек говорит в живом эфире казалось бы разница никакая а почему-то на живые дорогие вот эти дистанционные курсы записываются многие это там люди готовы за это платить а за записи мало платят или вообще не готовы дистанция колоссальная о которой можно которые можно понять если вы знакомы с философией хайдегера его категории дозайн здесь бытие присутствие это особый фокус обозрения когда понимаешь что существует только настоящее дозайн центральное понятие хайдегера как исток экзистенции человек понимает через него свою связь с этим миром все остальное воспринимается или прошлое или как будущее но вот самоощущение жизни бытия через вот этот импульс невысказываемый дозайн вот своего рода соприсутствие с учителем рядом вместе пусть и удаленно там через компьютер и так далее это огромный такой бонус который любой человек ценит ну и в целом онлайн обучение в живом или имитирующем смысле это приносит книга она по определению дистанционно без связи через дозайн ну и наконец логистика книгу перемещать удобно но не так как онлайн контент книга тяжелая физическая может только пересылаться а онлайн мы научились с вами уже чуть только не умозг имплантировать ну и конечно онлайн курс он имеет все преимущества электронного контента иммун и нос удаленно без физического перемещения с низкой стоимостью на логистику с дополнительными сервисами интеграциями он способен быть частью базы данных то есть он как мы говорили совсем часть совсем другой экосистемы онлайн курс образует единство в рамках совокупности всех электронных коммуникаций и сайт и email messenger видеоблог все включается воедино образуется такое целое здание онлайн курс не автономный не самозавершенный объект а часть электронной среды экосистемы ну вот это такое особое пространство жизни а вот книга она скромна она сама в себе самодостаточна завершена и все из нее там здание 3D и так далее не получит то есть это совершенно другое вообще явление с чего мы и начинали и вот говоря об этой экосреде в онлайн курсе происходит развитие вот я вам привел интересный слайд и концепцию онлайн курса издательства U-Write концепция развития из учебника в онлайн среду онлайн курс да и здесь вот хорошо показано как вот наслаивается на учебник который лежит в центре как наслаиваются электронные сервисы каталог поиск отчеты цитаты закладки цифровые следы аналитические занятия видео аудио системы тестирования вот это как раз хорошо отвечает на наш вопрос книги перехода книги вот что это уже онлайн курс или это учебник здесь коллеги как раз играют разными гранями но по сути дела в таком исполнении вот это вот единство экосреда экосистемы это уже онлайн курс учебник не лишь элемент лишь какая-то ну какое-то ядро а целая это вот вся вся эта экосистема ну и вот встает вопрос по отношению к этой концепции работает ли вообще эта концепция перелива учебника и онлайн курса друг друга в принципе современный учебник который включает интерактивный контент он уже может рассматриваться как онлайн курс и текст учебника это интегративный элемент онлайн курса имеющий продолжение но в частности вот электронная форма учебника которая сейчас в школе презентируется это интерактивный учебник скажем так учебник который интегрирующий в себя и развиваемый посредством гипертекста он становится онлайн курсом то есть вот этот перелив он конечно мыслен да и легко можно его обосновать но почему-то в нашей жизни вот этого всего не замечается вот в нашей работе мы заметили много но то есть границ которые не позволяют вот этому переливу во-первых авторы создающие учебники как правило часто не могут быть автором онлайн курса ну не получается не хотят они они не становятся наоборот автор онлайн курса часто не может создать учебник вроде это одно и то же но не может он создать учебник написать и другие факторы а то что например университеты покупают учебники как унифицированную форму учебники но не покупают онлайн курсы онлайн курсы они стремятся создать сами а вот учебники покупают и вот формируется вывод на всяком случае на сегодня так что рынок учебников книг он совершенно не конгруентен рынку онлайн курсов и по сути дела рынка онлайн курсов сегодня не существует может быть это временное явление а может потому что онлайн курсы они в принципе не тиражируем они очень индивидуальны они как и само присутствие человека не могут продаваться человек не может себя продать он не может извлечь из себя и зафиксировать онлайн курс так как он делает это с книгой где действительно как автор извлекает фиксирует и вот она на бумаге совершенно отдельно от него существует онлайн курс не существует в полноценности от него отдельно вот может быть это все временно но может быть это речь о том что совершенно о разных сущностях природных явлениях разной природы идет речь которые перекликаются но незаменимы не переливаются одно в другое ну вот я таким образом уже пошел подошел к концу своих рассуждений достаточно утомительных надеюсь вы отвлекались на другие вопросы не очень устали к концу этих полутора часов мы с вами прошли просто по некоторым мыслям и размышлениям моим связи с этими разными медийными явлениями я не хочу предсказывать что будет завтра да попророчествовать хочу только обозначить вот эти вот итоги некогда которые мы пришли в результате этих размышлений да текст это основа и доминанта онлайн курса но трансформируется ли учебник в онлайн курс здесь возможно три пути онлайн курс воспримет в себя все функции текста учебника и со временем заменит формат учебника в виде такого интерактивного учебника в виде онлайн курса второй путь который очень даже реален учебник станет элементом учебного курса и приобретет такой вид что будет легко встраиваться в любые онлайн курсы индивидуальные и становиться их элементом звеном по сути дела сегодня уже это тоже в широкой практике происходит ну и наконец учебники онлайн курсы будут развиваться параллельно и существовать как это происходит и сейчас в общем мы не пророки нам это предвидеть не дано следим за событиями но важно что что рынок учебника и книги стремительно сокращается статус учебника падает авторы все менее мотивированы конечно вот в этом споре или диалоге книга ужимается скажем так второй тезис что далеко весь опыт можно выразить речевым образом то есть с помощью онлайн обучения мемуары письма монографии вот эти вещи просто никогда не переложишь в онлайн формате книгу часто оказывается проще создать чем что-то иное трансформируется ли книга в электронную книгу ответ также неизвестен одно очевидно что нам придется переопределить роли функцию книги в культуре и распределить наши усилия между тем и другим чем мне кажется мы с вами все вместе занимаемся ну вот такие вот итоги наших размышлений благодарю вас всех за то что были вместе и слушали ну а теперь пару вопросов если есть вопросов то и нет закладки вопросов ну ладно надеюсь что вы да тут делились мнениями что мир меняется какой-то отклик отклик идеи рождался в параллельном режиме ну что ж меня это очень радует еще раз хорошего дня вам дорогие коллеги настроение константин Николаевич там было несколько вопросов посмотрите пожалуйста внимательно во вкладочке вопроса про критерии вот сейчас несколько вопросов появилось да увидел критерии составления личной библиотеки и ее пересмотра что что оставить что отдать идет или электронный каталог ну тут я скорее отвечу вот то что я может ввел раньше лично сейчас эта работа происходит у нас в электронной библиотечной системе мы ведем электронный каталог как вот всех книг и как многие современники я перестал вот как-то целенаправленно формировать свою личную библиотеку да опираясь на то что книгу нужную книгу я всегда могу получить тем или иным способом вот вот это тенденция мне кажется очень распространяется к издателей вот но личная библиотека большая еще с стародавних времен учительских и преподавательских в ней становится все больше книг которые именно мне лично дороги и ценные да и все меньше книг которые я раньше вот покупал что ну вот это ценная книга да ее надо бы прочитать когда-нибудь прочитаю таких книг в моей личной библиотеке было 99% сейчас все они пали жертвой новой реальности так презентацию можно будет получить времени до конца семинара мы исчерпали так ссылки и отсылки в справочных изданиях можно рассматривать как элементы предстоятельства гипертекста да 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 вот обращу внимание это я об этом не сказал книга в себе уже очень много элементов содержит вот этих предтеч гипертекст и прежде всего это сноски списки литературы вот все дополнительные элементы которые ну иллюстрации конечно и сейчас это и развивается вот мы например стали издавать художественные альбомы которые бумажным виде которые базируются на кодах иллюстрации дорого создавать и вот в этих наших альбомах можно наводить телефон компьютер и получать иллюстрированную электронную картинку рассматривать ее с нашего сайта вот это один из примеров гипертекста реализованных книг а видео вообще было невозможно сейчас таким способом и видео можно вот так что книга вообще стала частью гипертекста в новом контексте все зависит в конце концов как строить работу библиотеки да ну и каждый из нас своего рода менеджер вот в этом окне возможностей и альтернативах которые каждый открылись каждый ставит свои акценты и поступает так как он видит эту ситуацию ну а вместе мы формируем тренды вот как-то так так что спасибо за вопросы